6 августа господин Репринцев озвучил последние новости по компании Альфа Кэш. Факт есть фактом. Средства компании по сути сейчас украдены посредниками. Компания останавливает свою работу. Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. И в данном видео мы обсудим последние новости, которые были озвучены господином Репринцевым на конференции Альфа Кэш 6 августа. Перед началом самой конференции, примерно на протяжении 15 минут, демонстрировался видеоряд с прошедших мероприятий Альфа Кэш. В тех условиях, когда компания работает нормально и четко, то, конечно, подобные видео они мотивируют и добавляют уверенности в компании. Но с учетом тех новостей, которые господин Репринцев озвучивает на последних конференциях, то подобный видеоряд, на мой взгляд, выглядит несколько неуместно. Это как в той шутке на похоронах два баяна порвали. Во время выступления господина Репринцева прошу обратить внимание на невербальные сигналы. Жесты, мимику, интонацию. Чувствуется, что уже нет той уверенности, которая была в его выступлениях еще месяц назад. Итак, слово господину Репринцеву. Сегодня мы об этом как раз поговорим. У меня, можно сказать, теперь новая должность неоплачиваемая. Я сейчас представляю пресс-службу компании. Сегодня именно я вам донесу эти новости по непосредственно уже информации той, которая есть на данный момент. Раньше это было сделать невозможно, потому что решения принято не было. Не было какой-то консолидации внутри компании. И внешние факторы были абсолютно неопределенны. Ребята, я надеюсь, что хорошо все видно и слышно. Потому что тема сегодня очень важная. Мы теперь понимаем, что происходит, как это решать, куда мы идем и что нас всех сегодня ждет. Ребят, у кого-то, я так понимаю, очень плохо отображается видео. Ну, возможно, это что-то единичное. Поэтому давайте я буду продолжать. А улучшить связь все равно сейчас не получится. Сейчас, буквально секундочку. Если это не критично, то продолжим. Я знаю, что в последние недели вам дались достаточно нелегко. Поэтому извиняюсь еще раз, что был определенный информационный вакуум. Сейчас он разрешен и можно, в принципе, уже понимать, что нам ждать. Информационный вакуум окончен. И я рад, что сегодня я могу снова к вам вернуться. И то, что сегодня вы узнаете, это вынужденная мера со стороны компании. И надеюсь, что все смогут ее понять. В любом случае, мы разберем то, что сейчас происходит по текущей ситуации. Многие из вас уже написали информационные обращения в те сервисы, которые стали причиной текущей ситуации. И многим подтвердили, на самом деле, информацию, что средства компании заморожены, ведутся разбирательства. В какой-то момент мерчант уже просто перестал отвечать, стал шаблонными такими отписками руководиться. Но сегодня мне развязали руки. Я теперь могу попросить у вас помощи. Но к этому мы вернемся чуть попозже. Я думаю, что вместе с вами мы сможем повоздействовать на этих недоброкачественных партнеров. Злокачественных, можно так сказать. Я надеюсь, что именно коллективно вместе мы сможем это решить. Ну, давайте обо всем по порядку. Вот это очень важно понимать, потому что некоторые личности в интернете переходят на личности, переходят на оскорбления, перекладывают ответственность на кого угодно, кроме себя самих. ругают куратора, 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 компанию, репринцева и всех кругом. Я не понимаю, что конкретно все перечисленные в глазах у этих бедолаг сделали. Но факт есть фактом. Средства компании по сути сейчас украдены посредниками. Разумеется, это не все средства. И это радостная новость. Мы сегодня об этом тоже поговорим. Но непосредственно вины компании в текущей ситуации ее по сути нет. Итак, по мнению господина Репринцева, никакой вины компании в сложившейся ситуации нет. Мне это напоминает одного известного персонажа. Во-первых, Рафик ни в чем не виноват. Действительно, Рафик ни в чем не виноват. Ни господин Репринцев, ни руководство компании Альфа Кэш, которым инвесторы поверили и дали свои деньги в управление, они ни в чем не виноваты. То есть, это те внебиржевые риски, о которых мы до этого говорили. И, к сожалению, череда их, череда именно, ну, мы разбирали, да, с вами цепочку тех событий, которые провели к текущей ситуации на прошлой планерке. Я очень рад, что господину Репринцеву знакомо такое понятие, как внебиржевые риски. Только у меня возникает вопрос. А год назад, когда господин Репринцев только начинал развивать компанию Альфа Кэш, он уже знал об этом понятии? Он понимал, что если он привлекает немалые средства инвесторов в десятки, а может быть и сотни миллионов долларов, то могут возникнуть внебиржевые риски. И тогда встает вопрос, а что господин Репринцев сделал для того, чтобы свести эти риски к минимуму? Может быть, вместо того, чтобы развлекаться на мероприятиях, господину Репринцеву стоило бы потратить время и усилия на то, чтобы защитить финансы компании и свести внебиржевые риски к минимуму? Поэтому не нужно перекладывать ответственность, винить компанию, куратора. Есть конкретные виновники, и с ними будем мы разбираться. Поэтому те идиоты, которые везде разносят, что скам скам, альфа скам, ну это просто идиоты. Потому что скам это изначально обман, да, то есть это когда компания непосредственно сама, являясь как бы недопропорядочной, пытается обмануть пользователей. Рафик ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. А как же вот это избиение? Какое избиение? То есть господин Репринцев считает, что скам это когда компания сознательно обманывает инвесторов. А вот если компания прекращает платить и закрывается в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств, это вроде как и не скам. Но позвольте напомнить, что практически все компании с пассивным доходом, которые были за последние годы, они все закрывались и приводили какие-то причины для этого. И в большинстве случаев они тоже говорили, да, вот мы бы хотели продолжать работать, но не можем, потому что. И там разные причины. То нас хакеры взломали, то нам банк деньги на счете заблокировал, то нам лицензию не дали и так далее, и так далее. Самые разные причины. В нашем же случае компания сама сейчас жертва определенных посредников. Это факт доказанный абсолютно. Тут как бы не поспоришь. Все факты были предоставлены. Кто смог уже в этом убедился. Вот перефразируя этот анекдот, хотелось бы отметить, что и тем не менее Рафик ни в чем не виноват. Конечно, кто-то мне возразит и скажет, надо думать о хорошем, не надо думать о негативе. Ребята, да я не против думать о хорошем. Я только за то, чтобы компания работала и 5, и 10, и 50 лет. Только, к сожалению, мы постоянно наблюдаем одну и ту же картину. Приходит какая-то компания, руководство компании делает громкие заявления, какие мы крутые, какие у нас большие планы на будущее. Проводятся вот такие вот большие мотивационные мероприятия. На вот деньги работают, как правило, прекрасно. А потом наступает какой-то момент, у них начинаются проблемы. И практически всегда они в проблемах не виноваты. В проблемах всегда виноват кто-то другой. А страдают, естественно, инвесторы. Лично я буду только рад, если компания справится со всеми проблемами и снова начнет платить. Только, к большому сожалению, на рынке инвестиций реальность такова, что если уж компания прекращает выплаты, чаще всего она их прекращает навсегда. А в следующем видео мы рассмотрим, что господин Репринцев конкретно предлагает для выхода из данной ситуации. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok